Это Нина Михайловна. И про ее беду мы рассказывали в феврале. На кухню пенсионерки в прямом смысле шел дождь. Накопившийся на крыше снег растаял и проник в квартиру. Еще тогда управляющая компания обещала хоть как-то решить проблему с кровлей. В ближайшее время. Попробуем утеплить пенополистиролом в санне вверху от кирпичной кладки, под крышей. Но даже этого, как уверяет Нина Михайловна, спустя 9 месяцев не сделали. Между тем, деньги на капремонт и содержание жительница платит каждый месяц. В год только от нее на счет дома поступает 6 тысяч. Однако крыша текла тогда и течет сейчас. Еще в прокуратуру писала. Вот еще в строительный комитет писала. Опять в прокуратуру. И последним бумагом мне пришла инспекция строительного жилищного надзора. В последнем документе сказано, управляющая компания должна устранить протечку крыши до 25 августа. А сейчас того и гляди, с потолка вновь начнет капать. Поэтому пенсионерка вместо разбирательств начала действовать сама. Наняла рабочих и купила материалы, потратив 15 тысяч рублей. В 2021 году Верховный суд поставил окончательную точку в споре с управляющими компаниями относительно того, кто должен устранять протечки. И возложил все-таки эту обязанность на управляющую организацию. И по закону проблема должна быть решена в течение суток с момента обращения жителя. Однако руководитель управляющей компании Андрей Суковацин по телефону говорить был не готов. Связанной речи мы от него не услышали. А Нине Михайловне еще предстоит тестить отремонтированную на свои же деньги крышу, приводить в порядок потолок и наблюдать, какой будет погода в доме. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.